Сегодня я покажу вам несколько паков. Первый пак называется 1040. Там полностью всё моё. Всё, что я там создавала, полностью я создавала. Первый и самый, наверное, самый слабый танк. Это не танк, это вообще БМП-шка вроде. Нет, это истребитель танков. Истребитель танков имеет вот такую вот бомбу, орудие, и он перебегает. Жёстко, нужно убавить слишком громко. Прям жёстко фигарит. Ну, также у меня есть хаммер. Ездить умеет. Его можно растоптать. За секунду. Бум. Минус. Также у меня есть вот такая вот штука. Называется ракетный комплекс. Ракетный комплекс здесь вот так летит и взрывается. Бум. Всё, взорвался. Также здесь есть ПТ-шка. ПТ-орудие. Ну, оно просто ПТ-шит. Жёстко. У меня тут есть парашютисты. Мини-24. Мин. Это мина. Кроме этого, здесь есть ещё этот. Вот. Бомба. Внутреннего действия. Она взрывается в небе и подрывает любого пехотинца. Это вообще не любую воздушную цель, которая движется с маленькой скоростью. Вот, например, вот эта вот ПТ-штука против врага. Ну, ПТ-шку тут разрывает из-за осколков. Также здесь у меня есть БМП-1. Меня вот так называют. У меня это такое орутие и такое орутие. БМП-2. БМП-2. Ну, то же самое. Только другой снаряд. БМП-3. Имеет другую пушку, другую, совсем другие пушки. И улучшена защиту. То есть, она, в общем, лучше второй и первой части. Вот сейчас сравним. Первая против тарфак. Первая делает убойный выстрел. Вторая делает убойный выстрел. Делает из этого. То есть делает из этого. Потом ракетный выстрел. Уничтожение. Ну, здесь, понятно, она не пробивается. Это... Это не всё. Также у меня здесь есть, называется, Т-43. Танк. И у меня есть несколько моделей. Это первая модель. Здесь также вторая модель. Более лучшая, усовершенственная. Вот она. У неё есть вот такая защита и вот такая вот. Ракета стреляет и попадает в цель однозначно. ПТ-ракета здесь хорошая. Также имеется вот такой вот лёгкий танк. Это уже лёгкий танк поколения 1800-го года. Почти 1800-го. Вот танк точно 1040-го. Его, кстати, использовался в 1800-ом. Некоторые в боях. Если что, вы не поймёте. Вот я создавал танк. Я его назвал Леопард Третий. Вот. Я когда захватывал мир там, у нас были границы. У нас враги там были. Всё накалялось, накалялось. Я вроде его сегодня или вчера создал. Первый. Первый Леопард. Не, я сегодня его создавал. Вот. Первый Леопард. Я, кстати, его хочу... Вот эти вот Третий Леопард заменить... Нет. Тяжёлые танки, которые у меня были, старые. Я хочу их заменить на новые. Я потом покажу, какой. Это средний танк. Имеется небольшой пулемёт. Вот такая вот пушка. И вот такие символы. Это символы моей армии. Надеюсь, они не похожи на натовские символы. Вот что здесь такого? Здесь стоит пулемёт. Здесь вот такая вот. Здесь стоит хорошая броня. Её не пробивает нормальные там некоторые пушки. Но если они пробьют, залетят сюда, попадут сюда или сюда. Или вот сюда вот пробьют оборону, то будет плохо. Также есть вот такой вот танк. Называется Шерман-3. Ну или по-другому называется. Шерман-3, я его так просто называю. Имеется вот такая вот пушка. Вроде с леопарда 3-го зата. И стоит ракетная система. Вот она. Ракетная система жёстко такая. Она взрывается, кстати, жёстко. Также у меня есть корабли, только я потом их покажу. Есть САУ. Это тоже модельная такая версия. Есть ещё одна версия. Тоже самое. Также у меня есть уродье. Да, я знаю, кого это. Это не наш. Это моего союзника. Бывшего союзника. Раньше был в союзе с Коэкемс, Коэкемс, который она сейчас воевает. Вот это Тигра, это этот. Леопард 1. Самый, самый это. Самый глупый, самый, наверное, ненадёжный танк, который я создавал. Леопард 1 называется. Смотрите. Буквально разъедает от чего угодно. Также создавал вот такой вот танк. У него здесь самая жёсткая броня. И вот такой вот танк создавал. Но здесь такая лёгкая и большая хорошая бомба. И вот такой ещё танк создавал. Это вьетнамский. Так, к тому же ещё я создавал, где он. Так же будет на канале вторая часть. Это первая часть. Первая часть я покажу только начало. Повстанческий Т-43. Ну, вот он, который я хочу заменить на всех. У него, кстати, есть первая модель. Сейчас её найду. Называется просто средний танк. Вот он. Я их по названию ещё. Это я его назвал Абрамс. Но это не тот Абрамс, по которому мы подумали американские. Это мой. Собственно, я его подподобие создавал. У него здесь, у второй модели, которую я точно веду, более сильная броня. Ну как сильная? Зачем ему сильная броня? Если просто нужно здесь защита колёсная. Потому что сюда вот так, бум! И минус экипаж, и всё остальное. Здесь я установил, чтобы его прям сразу не сбивали. И командира. А здесь я дбл один секретную штуку. Короче, это вызывает поддержку. И артиллерийские пушки. Бум-бум-бум-бум-бум-бум. Я потом покажу вторую часть артиллерийские пушки. Бам! Вот такой умеется. Вот. Сейчас покажу, насколько он эффективен против танка Вьетнама. Танк Вьетнама вообще ничего не может сделать. Он пытается что-то сделать, но ничего не может поделать. А я его просто за секунду разрываю. Вот. Это улучшенная средняя версия. И улучшенная версия. Вот он, средняя, лучшая версия, кстати, Солома. Этот. Его. Слишком жесткая, но это. Так. Вот. Это Леопард. Вот также версия танка. Новейшая она. Точнее, старейшая. Только начало этого века. Она самая слабая, наверное. Сейчас я вам покажу, она против этого. Как будет сражаться. Обрамса моего. Обрамса. Бум. Бум. Просто разрывная минус цель. Но этот танк, он жесткий. Его как раз создавало для уничтожения вражеских целей. У врагов... Кстати, я за Британию играю. У моих врагов имеется 34-ка. Вы уже, наверное, доказываете, с кем я воюю. Да, я воюю с Советским Союзом. Игрок выбрал Советский Союз. А я выбрал Британию. У нас сначала были хорошие отношения. Только потом все попортилось, потому что этот гад мне не давал расширяться в Азию. Я, короче, увидел Вьетнам. Мне захотелось его захватить. А знаете, что он сделал? Он начал поставлять. Вот сейчас у меня там война идет. Я туда артиллерийские пушки с напаунем посылаю. Вот этот танк туда тоже пошлю. Может, он жесткий. Он жестко разбирается со всеми танками. Надеюсь, ему это... Во-первых, ему нужно уничтожить все Катюши вражеские. Чтобы он хорошо прорывался. Ну, артиллерии мы будем выбивать, Катюш. Едет он вот так. Остановиться. Бум-бум! Также у нас есть... Так. Также... Ну, у нас все это. Это в второй части все остальное будет. Во второй части, возможно, добавить еще новые танки. В второй части я покажу также и корабли, и все остальное. Все. Пока! Возможно, она завтра и сегодня выйдет. Вторая часть. Первая сегодня только что выйдет.